Мозг — такой индикатор вообще здоровья человека. И в мозге очень много сходится сигналов, которые мы получаем от окружающей среды, от внутренних органов. На самом деле есть три вещи, которые делает человека больным. Это обида, неблагодарность и отчаяние. Сегодня слишком много информации, и нам надо научиться ставить эти фильтры и в буквальном смысле обеспечить такую тезинтоксикацию цифровую. Большинство болезней имеет генетическую предрасположенность. Но возникнет ли болезнь или не возникнет, возникнет ли она в 50, в 70 или в 99 лет, зависит от образа жизни человека. Юмор — это вообще самое лучшее лекарство или вакцина, прививка от сердечно-сосудистых заболеваний, от болезни мозга. Чем шире репертуар, культурное стремление человека, чем он лучше защищен от такого стрессового воздействия. Вот это очень хорошее правило. Обязательно нужно накраситься, надеть каблуки, куда бы вы ни пошли. Может быть, на первое свидание, может быть, на второе, на третье. Да, может, слушайте. Здравствуйте, друзья. Мы с вами сегодня в гостях в Институте междисциплинарной медицины. И тема у нас сегодня — здоровье мозга. Мы с вами много говорим об антич-технологиях. Это касается красоты, стиля, тела, диеты, психологии отношений. Но что мы знаем о мозге? А ведь мозг — это главный орган, который и позволит нам прожить счастливо этот наш отрезок жизни. Алексей Борисович, все хотят жить долго, счастливо, быть, конечно, здоровыми. Идут за этим в спортивный клуб, в салон красоты, самые продвинутые в клинике превентивной медицины. Мне сегодня хочется поговорить о когнитивном здоровье, о здоровье мозга. Насколько я понимаю, именно от этого зависит то самое качество жизни после 50 лет, о котором все мечтают. Или я не права? Вы абсолютно правы. И действительно, можно быть счастливым в двух ситуациях, когда есть ум или когда его нет. Вы знаете эту знаменитую повесть «Горе от ума». Потому что люди действительно очень часто становятся несчастными от того, что слишком много мыслят, но эти мысли неправильно структурированы. А другая ситуация заключается в том, что люди недостаточно внимания уделяют мозгу, больше кожи, волосам, каким-то аспектам. Но это наносное не делает их тоже счастливыми. И поэтому, наверное, самая такая оптимальная концепция, когда счастье есть внутри и снаружи есть среда, позволяющая его сохранять. И вот эта концепция, на мой взгляд, самая долгосрочная, самая эффективная. Насколько здоровье мозга, здоровье мозга, с физиологической точки зрения тоже, здесь такой комплекс, да? Насколько это связано с тем, о чем Вы говорите, со структурой мышления, вообще с мышлением? Какая здесь связь? Мозг — такой индикатор вообще здоровья человека. И в мозге очень много сходится сигналов, которые мы получаем от окружающей среды, от внутренних органов. И в зависимости от того, как человек интерпретирует эти сигналы, он принимает меры для того, чтобы исправить ситуацию. А в других случаях он просто глушит эти доброжелательные сигналы, которые посылает ему организм. Изжога выпивает порошок, чтобы подавить изжогу. Раздражительность принимает какие-то успокоительные, чтобы ушло раздражение. Хотя эти сигналы говорят о другом, что, может быть, надо поменять место работы или время суток, или по-другому относиться к каким-то вещам. Поэтому первая задача для здоровья мозга — это правильно научиться считывать те сигналы, которые поступают. Если мы это будем делать своевременно, мозг будет хорошо себя чувствовать. Например? Например, если повышается артериальное давление. Можно пойти в аптеку или кардиологу, назначить гипотензивные препараты. И вы будете рано или поздно вставать, давление у вас всегда будет низкое. И будет низкий риск артериальной гипертензии. На давление можно снизить, если вы будете хорошо высыпаться. Если, может быть, уменьшите уровень стресса. Или уменьшить уровень стресса. Или можно снизить артериальное давление, научившись техникам адаптивного биоуправления. Но есть ведь вполне себе физиологические вещи, связанные с какими-то правилами распорядок дня. Есть вредные вещи для здоровья мозга. Есть полезные вещи для здоровья мозга. Вот здесь что мы можем сказать? Есть какие-то универсальные правила, которые мы можем обозначить для нашей аудитории. Прежде всего, нужно полюбить и научиться управлять стрессом. Второе, быть избирательным к еде, о которой вы едите. Еда должна быть умной. Важно думать о среде, в которой вы живете. Это умная, здоровая среда. Четвертое, физическая активность. Это часть жизни, которая должна быть обязательно насыщена, наполненная движениями. И пятое, это приобщение к культуре и искусству. Это тоже очень важный элемент, который делает жизнь богаче, интереснее и делает вас еще так же здоровым. Конечно, управление мыслями — это слишком самонадеянно. Мы не можем заставить себя мыслить. Мысли приходят как-то спонтанно от наших эмоций. Но мы можем фокусировать наше внимание на том или ином каком-то аспекте. И поэтому, если говорить о каких-то правилах, то, что очень важно развивать мозг, понимать, что он требует тренировки. Так же, как и тело, так же, как и мышцы. Если мы занимаемся, они в тонусе, они будут долго функционировать и хорошо, так сказать, служить хозяину. Если он остается без дела, это проблема. Другой стороны, нельзя наполнять чем попало. Так же, как и в фитнесе, какие-то упражнения неадекватные усложняют ее работу. Поэтому нужно, особенно в наше время избытка информации, фильтровать информационные потоки, которые мы получаем. Вы говорите развивать мозг. Развивать мозг. Каким образом? Первое, что нужно для мозга, это здоровая среда и красивая среда. Показано, что мы 24 часа в сутки находимся под воздействием звуков. Это может быть приятные мелодии или могут быть шумы. Может быть тишина. Может быть и тишина. Может быть, могут быть звуки природы. А могут быть эти ребята, которые перемещают листья с одной стороны тропинки на другие сегодня в парках. Если раньше можно пойти по парку, насладиться пением птиц, сегодня вас встретят обязательно эти средства малой механизации. Дальше. Эстетика. Мы это интуитивно всегда чувствуем. Нас тянет к красивым людям, к красивым пейзажам, к красивым формам. Потому что мозг нам говорит, что это безопасное место. Не просто это удовольствие, это приятно для глаз. Для меня удовольствие так устроено, что то, что полезно и хорошо, в принципе, может вызывать еще и удовольствие. Поэтому это сигнал, который мы стремимся сохранить и поддержать. И сейчас даже провели исследования, которые показали, что когда мы видим что-то красивое, у нас в парогипокомпальной области выделяется эндорфин, эпиоиды, которые выделяются, когда мы чувствуем себя счастливыми. Достоевский об этом ничего не знал, однако же сказал, красота спасет мир. Вы понимаете, он предвидел, а сегодня это биология подтвердилась. Поэтому первое правило – окружайте себя красотой. И создавать вокруг себя среду, значит, где вы живете, ваш интерьер, во что вы одеты, где вы бываете, в каких местах, как проводите время – это очень полезно для мозга. Мозг – красота. Женщины об этом знают, стремятся к этому. Многие женщины даже выходят в магазин или вынести мусор, готовятся как к первому свиданию. Вот это очень хорошее правило. Обязательно нужно накраситься, надеть каблуки, куда бы вы ни пошли. Может быть, на первое свидание, может быть, на второе, на третье. Да, мы слушаем. Семья может случиться что-то неожиданно в тот момент, когда вы не готовы. Не готовы. Зато, если вы всегда готовы, вы встретите этот вызов с честью, и все хорошо закончится. Свет. Искусственный и естественный свет. Мы все страдаем от джетлага. Ложимся спать с искусственным белым светом. Это нарушает гормональные реакции, пищеварительные ферменты, и кожа становится дряблой, не очень красивой. Это значит, что нужен качественный сон и световой комфорт. Поэтому желательно убирать синие экраны за 2 часа до сна хотя бы, ложиться спать до 12. А если есть возможность, приобретите симулятор рассвета. Ночью задернете занавески, купите плотные шторы, чтобы ночью было темно, а утром светло. Но если вам утром захочется проснуться, будут плотные шторы, это трудно сделать. Включится ваш симулятор рассвета. Это очень серьезный, важный очень компонент. Хороший сон. Дальше вы хотите перейти к питанию. Питание, которое хорошо для сердца, оно будет хорошо для мозга, оно будет хорошо для кишечника. И тут правило. Завтракайте как король, обедайте как принц, ужинайте как нищий. К сожалению, все происходит с точностью. Да наоборот, утром какой-то кофе, какую-то там печенюшку, днем какой-то бутербродик и вечером такой обильный прием пищи. Но как показывает практика, именно в связи с этими циркодианными ритмами нашими, наш организм устроен таким образом, что катаболические его свойства построены на активность в дневное время. А в ночное, наоборот, организм планирует как-то отдохнуть. Мы даем ему нагрузку, если основной прием пищи приходится на вечернее время. И возникают опять же эти нейроиммунные нарушения. Просыпается человек с плохим настроением, не очень работоспособный. Потом присоединяется, если это систематическое такое стиль питания, уже и другие заболевания. Позвольте вам задам такой вопрос, просто это для женщин очень актуально. Я знаю, что многие занимаются разного рода диетами, в том числе с низким содержанием жира. Хотя нервная система и мозг в том числе, это прежде всего жир. И поэтому, конечно, недостаток жира может самым прямым образом влиять на физиологию именно мозга. Что вы здесь можете сказать и уберечь нашу аудиторию от таких диет? Да, наш организм это не вендинговый автомат, куда можно закинуть какие-то БАДы или микроэлементы, и он их усвоит. Очень важно понимать, что хорошая еда это еда, которая хорошо усваивается. И поэтому нам нужен и жир, нам нужны углеводы, нам нужны белки, и они должны поступать в правильном соотношении. И, конечно, здесь советом будет хорошая пища. Это оливковое масло, это свежие сезонные овощи и фрукты. Суперфуды, мы любим, можно и суперфуды использовать. Ну, например, такой жирный, да, авокадо, например. Авокадо, замечательный рецепт. Авокадо, посыпанное куркумой, полито оливковым маслом. Это прекрасное начало дня. Ну, говорят, есть такое выражение, все болезни от нервов. Насколько связано когнитивное и психологическое такое здоровье? У нас есть профессор Захаров, Владимир Владимирович. Они провели исследование и показали, что 8 из 10 пациентов, которые обращаются к врачам в поликлинику, имеют легкие или умеренные когнитивные расстройства. Связь прямая? Связь прямая. И в каком-то смысле это расплата за такой неадекватный образ жизни, за какие-то нарушения, которые человек пережил. Вообще сейчас, конечно, после пандемии психологи и психотерапевты говорят, что они, конечно, завалены работой, и что началась такая пандемия нервных расстройств. И без этого стрессов было много, здесь еще добавилось. Вообще, как бороться со стрессом? Есть ли какие-то возможности? Как противопостоять его? Ну, вот мы привыкли совсем бороться. Это наша такая тактика. Боремся с коронавирусом, относятся к болезням как к микробам, как к захватчикам, которые угрожают нам. Мы предлагаем относиться к здоровью, как к равновесию с окружающей средой. И не бороться со стрессом, а понять его механизмы и научиться получать от него удовольствие. Это предлагал еще Ганс Селье. Если мы поймем механизмы стресса, научимся им управлять, мы можем получать удовольствие. Рассмотрите ваши жизненные ситуации как такой квест. Относитесь немножко с определенной долей юмора, с определенным творчеством, и решайте свои жизненные проблемы. То есть воспринять это не стресс не как эмоцию, а как задачу, которую нужно решить? Совершенно верно. Это первое. Если уж очень грустно и тяжело вам кажется, что сейчас что-то случится непоправимое, задайте себе вопрос, будет ли из-за этого Земля крутиться в другую сторону? Если ответ отрицательный, то можно сделать выдох и спокойно жить дальше. То есть соизмерять те переживания, которые заставляют ваше сердце выскакивать из груди с реальным масштабом бедствия, которое может эта ситуация принести. И очень часто окажется, что это такие завышенные тревожные ожидания. А что там в основе таких техник? Они по какому принципу? Значит, в принципе в том, что мы в ответ на какую-то угрожающую ситуацию реагируем вегетативными проявлениями. Что это такое? Деление, сердцебиение учащается, мы потеем. И это автоматическая реакция. Называется еще вегетативная автоматическая нервная система, автономная нервная система. Но мы можем ей все-таки управлять. Дыхание, например. Мы можем автоматически дышать, но можем и произвольно дышать. Если мы научимся, мы можем управлять и волнами ЭЭГ, электроэнцефалограммы нашей, войти в состояние транса, войти в тетаритм через 3-4 сеанса. Мы можем вариабельность ритма сердца изменить. Если мы увидим эти показатели на экране. Вот есть такие технологии адаптивного биоуправления, которые позволяют видеть на экране, например, свое артериальное давление, или частоту сердечного сокращения, или мышечное напряжение. И когда вы видите свое отражение в зеркале, вы можете отрегулировать, подкраситься, и выражение лица свое изменить. Также мы можем изменить эти вегетативные показатели. И сейчас эти девайсы стали доступными, но в хороших продвинутых клиниках, в частности в нашем институте межспинарной медицины, есть специальный отдел, где можно пройти вот эту программу стресс-менеджмента. Есть такая интенсивная программа, там пятидневная, есть более продвинутая, где мы мониторируем достижения и научиться вот этим элементарным техникам управления стрессом. Друзья, ну вот так выглядят биотехнологии. Сейчас попробую заняться стресс-менеджментом. Не представляю, что это такое, мне помогут. Константин, какой в принципе действия? У каждого из нас есть свои способы, как снять напряжение, о чем-то приятном подумать, глубоко подышать, расслабить мышцы или мыслями куда-то еще перенестись, или просто что-то себе сказать. Но только при помощи биоуправления мы можем точно оценить, а работает это или нам только кажется. То есть, смотрите, мы выясним наше состояние, увидим его, потом мы будем воздействовать некими привычными для нас способами. Или новыми. Послушать музыку или новыми, которые вы предложите, и опять продиагностируем наше состояние, увидим, как это работает. Более того, мы будем делать это все время. Мы не будем делать один замер и другой, мы будем это делать параллельно. Но первым делом я предложу вам достаточно простую игру, с которой справляются самые разные люди, и расскажу, как это работает. В данный момент мы с вами здесь видим активность вашей коры больших полушарий и конкретно альфа-ритм, который отвечает за расслабление. Как только вы сосредоточились и стали мне внимательно слушать, альфа-ритм ушел. Иными словами, вы сосредоточились и момент расслабления, близкого к медитации, этот момент уже ушел. Потому что вы думаете о работе. Диабазон пиков. Так и есть. Так и есть. И в некотором смысле это напряжение, и можно даже сказать, что это определенный стресс. Потому что вы адаптируетесь к чему-то новому, к тому, что вы осваиваете какую-то новую информацию. Теперь давайте посмотрим, как можно попробовать сыграть со своим мозгом и сделать так, чтобы он расслабился. Сейчас ваше задание будет следующее. Пока я рассказываю вам инструкцию, вы можете делать все, что хотите. Подумайте, например, про планы на вечер, про какие-то дела, которые надо сделать. В этот момент мы видим, что подводная лодка поднимается, потому что вы сосредоточены. А в то же самое время, вот видите, в то же самое время ее высота и то, что мы делаем по ходу игры, соответствуют тому, а что, собственно, происходит в коре ваших полушарий мозга. Иными словами, как только вы, можно сказать, напрягаетесь, то подводная лодка начинает подрываться, терять очки. И эта игра, по сути, это энцефалогов, но только энцефалогов, заточенный под биоуправление. Теперь у меня вам будет очень простое задание. Постарайтесь, глядя на эту подводную лодку, опустить ее на самое дно. Сделать все, что угодно, чтобы она больше не задевала эти мины, и чтобы все было хорошо. Я сейчас не буду вас отвлекать, и вы можете попробовать ровно подышать, вы можете представить что-то приятное, может быть, сказать себе что-то. Но когда на вас смотрят, когда вы в кадре, может быть, это отчасти является работой. И, конечно, мы сосредоточены. Как же так? Надо же получить как можно больше очков. Да? Очень интересный гляд. Играть со своими мыслями, конечно, очень увлекательно. Вы видите, как все на самом деле просто. То есть систематизированные хорошие мысли и ровное дыхание плюс расслабленная поза, они уже в состоянии поменять активность вашего мозга и настроить вас на расслабленное, сосредоточенное, спокойное состояние. Можно ли, живя в состоянии внешнем, в состоянии минного поля, это, естественно, для активного какого-то дня, так скажем, можно ли быть внутренне в состоянии какого-то, ну, знаете, как принято говорить, более дзен. Не подключаться эмоционально к этим минам. Для этого используются как традиционные, в том числе и многотысячелетние практики, медитативные, да, и основанные на позиции наблюдателя и беспристрастном наблюдении за своими эмоциями, чувствами и ощущениями. Здесь нету универсального одного решения, потому что это максимально гибкая технология. Так же, как мы сами выбираем себе прическу, одежду, что-то еще, машину, вот так же мы можем выбрать себе любимую музыку или любимое упражнение для саморегуляции. Вы говорите о том в одном из интервью, что наш возраст и счастье зависят от наших убеждений. Вот что вы имеете в виду? Наши мысли становятся нашими действиями, наши действия становятся нашими привычками, наши привычки становятся нашей судьбой. Если нам удалось сформировать в детстве привычку к труду, привычку к обучению и умение управлять стрессом, у нас будет счастливая жизнь, потому что мы будем готовы к изменениям. Сейчас мы вступаем в эпоху непредсказуемости. Сейчас ничего мы наверняка не будем знать. Раньше мы планировали конференции за два года вперед, покупали там в декабре на лето в Букинг-коме там отели. Сейчас мы можем это делать, но это неизвестно, чем закончится. Мы будем жить, по крайней мере, несколько лет в ситуации неопределенности. Закроют границы, откроют границы. Будет коронавирус 19, коронавирус 21, может быть, другие болячки, там политическая неустойчивость возникнуть. И большая часть людей разорятся, становятся более злыми, агрессивными. Это, опять же, такие защитные функции. Но есть другая возможность собраться, мобилизоваться и стать более успешным. Потому что еще говорили наши психофизиологи, что выживет в этой ситуации не самый умный и не самый сильный, а тот, кто сумеет приспособиться к изменениям. То, о чем вы говорите, это, конечно же, такой уровень гибкости и такой уровень развития высокий. Это сложно, действительно, потому что почему возникает, мне кажется, вот такой стресс, такая реакция. Потому что внутри базовые какие-то внутренние настройки это, не знаю, зависть, злость, обвинение. Вот эти вещи просто проедают какую-то суть человека и мешают ему смотреть вперед. На самом деле есть три вещи, которые делает человека больным. Это обида, неблагодарность и отчаяние. И, конечно, очень трудно что-то изменить с медицинской точки зрения, если у человека внутри его основа пронизана вот этими аспектами. Это, к сожалению, не было в медицинской парадигме заложено. Мы как-то в биологических аспектах, там, опухоль, клетки, размеры, это действительно очень важно. Но вот эта психологическая составляющая, она формирует, определяет работу наших клеток и органов и тканей. Конечно, здесь психическое здоровье, здоровые эти привычки, принципы, о которых вы говорите, убеждения, они нам помогают либо мешают быть здоровым. Есть такое знаменитое фрамингенское исследование, когда исследовали людей в течение длительного времени. И оказалось, что наличие пяти друзей, которые готовы по вашему первому зову прийти, оказался более важным прогностическим фактором здоровья в возрасте в 80 лет по сравнению с уровнем холестерина. Измеряли уровень холестерина в 50 и 85 лет. И если у человека были вот эти друзья, то есть наличие социальной поддержки, это очень важный защитный фактор для соматического здоровья. Вы такое используете термины, вообще, конечно, ввели массу разных терминов, и экология мозга, у вас есть такой проект, фестиваль вы проводите, но у вас есть еще такой термин успешное старение. Во-первых, вас не смущает слово старение, может быть, взросление, и что такое успешное взросление или старение, расскажите об этом. Действительно, термин не очень удачный, потому что у нас старение ассоциируется с чем-то таким уже заканчивающимся, семантически оно не очень привлекательное. Наверное, правильнее было сказать успешное созревание, если так по-английски aging, когда мы говорим о вине, чем оно старше, тем оно лучше. Зрелость, да, мудрость, да, успешное созревание, вот так можно было бы рассказать, потому что на самом деле, если человек правильно, скажем, проводит свою жизнь, большинство людей становятся более счастливыми с возрастом, это называется мудрость, да, вот в этом заключается умение правильно стареть. Моей тете 96 лет, и она же счастливый человек, когда я ей звоню, она всегда говорит, я себя прекрасно чувствую, вот я сделала зарядку, ко мне пришли соседи, я им подарила это, ну, единственное, сил нету, то есть, действительно, она может не так прекрасно себя чувствовать, но вот этот активный стиль помогает ей нормально существовать. В то же время она не хочет умирать, она умеет наслаждаться каждым моментом. Это очень похоже на вот эту буддистскую философию, когда люди ставят цели, стремятся к ним, но в то же время умеет наслаждаться каждым днем, здесь и сейчас. Это немножко не хватает нашему западному такому обществу, где мы все время либо в прошлом, либо в будущем, никогда не в настоящем моменте, и это, в общем-то, неблагоприятно для мозга и для других систем, которые он регулирует. Поэтому успешное старение это когда человек так строит свою жизнь, что ему не о чем жалеть, что он благодарен за те взлеты и падения, которые остались в жизни, когда он относится к тем трагедиям или перепитиям в жизни, которые случились как к приключению и оценивает каждый день как новая возможность что-то сделать хорошее. Вот такой аспект, насколько гормональный фон вообще, именно пауза влияет на здоровье мозга, потому что мы знаем, что в этот период у женщин ухудшается и память, и проблемы с бессонницей, и когнитивные какие-то расстройства, повышается раздражительность. Что здесь можно сказать, что порекомендовать? 45-50 лет это замечательный возраст, некоторые называют это нежный возраст, поскольку это требует более бережного внимательного отношения к себе, но это в то же время прекрасный возраст, потому что уже есть хороший опыт, и уже женщина выбрала определенные смыслы в своей жизни и может больше внимания уделить себе. Действительно, это время, когда нужно больше следить за собой, прежде всего это важно сохранять активность, физическую активность, социальную активность, и при этом понимать, что гормональный спад, который происходит, его резкое падение гормонов может приводить к каким-то эмоциональным реакциям, вегетативным нарушениям, нужно быть к этому готовы. Чтобы его смягчить, сбалансировать, очень хорошо внедрить танцы, походы на природу, прогулки, делать это таким вот обязательным компонентом своей жизни. Неплохо опять же больше следить за питанием и разнообразную балансированную пищу использовать. Конечно, надо подружиться с хорошим эндокринологом или врачом примитивной медицины, который бы следил бы за состоянием гормональной системы. И сейчас можно это хорошо коррегировать с помощью и медикаментозных средств, и БАДов определенных. А скажите, вот эти проблемы с памятью, которые могут возникать, это действительно есть какие-то физиологические предпосылки в этом возрасте? Это же связано непосредственно с мозгом. Или это все-таки имеет такую, знаете, как сейчас принято говорить, психосоматика? Есть разные предпосылки нарушения памяти. Как Вы правильно говорите, бывает такая маскированная депрессия, когда человек что-то забывает, это таким образом проявляется его депрессивное состояние. Может быть, память снижена в результате нарушения кровообращения, но это уже в более позднем возрасте, не в 50, а там уже в 60, в 70 лет. И нарушение памяти, которую мы называем болезнью Альцгеймера, они чаще возникают там после 70 лет, но начинается их формирование в 40, в 50 лет. И тут мы можем многое сделать, чтобы ускорить дебют этого заболевания, либо отодвинуть его. И опять же, здесь очень простые правила, это брейн-фитнес, это когда мы тренируем свой мозг, когда мы любим читать, когда мы считаем, когда мы поем, когда мы учим стихи, и когда мы даем умственную гимнастику. Делаем что-то новое. Есть даже специальные программы, там, брейн-фитнеса. Новые путешествия, новые впечатления, новые привычки тоже развивают взаимосвязь между определенными... А вот такой интересный момент, вот на самом деле, когда взрослые люди осваивают мир молодых, это сегодня современные цифровые технологии. В общем, для человека взрослого, который еще не 24 часа в сутки находится там, это вполне же может быть и полезно, а не обязательно вредно. Это очень здорово, потому что есть такой синдром выполненной миссии, синдром выхода на пенсию, когда человек выходит на пенсию, ему нечем больше заняться, он берет и умирает через 5-6 лет, особенно если он не нужен, особенно ни внукам, ни правнукам, ни детям, а если человек сохраняет социальную активность и он кому-то нужен в прямом переносном смысле слова, это помогает ему в том числе сохранять и память, и активность, и долголетие. Мой любимый парацельс говорил, что лекарство это яд, все дело в дозе. То же самое можно сказать о вот этих гаджетах, цифровых технологиях. поэтому селективность, избранность, эти вот фильтры мы должны сами ставить для себя. Насколько вообще любые болезни и нарушения связаны с мозгом, вот те, которых, наверное, больше всего боятся, Альцгеймер, рассеянный склероз, болезнь Баркинсона и так далее, насколько они связаны с генетикой. И действительно можно ли вот успеть, то есть они все, как вы говорите, дебют наступает их после 50, развиваются они где-то к 70, то есть это вообще болезнь довольно взрослых вообще людей, но можно ли вот этот период использовать 45+, для того, чтобы избежать встречи с этими непрошенными гостями? Большинство болезней имеет генетическую предрасположенность, но возникнет ли болезнь или не возникнет, возникнет ли она в 50, в 70 или в 99 лет, зависит от образа жизни человека, от факторов окружающей среды. И мы своим образом жизни можем ускорить развитие заболевания, либо отодвинуть. И действительно, если от болезни Альцгеймера или инсульта, или сахарной 92-го типа, страдают родители, бабушки и тетушки, а вам 40-50 лет, следует задуматься о том, что у вас тоже есть риск развития этих заболеваний. Но это не значит, что вы обязательно заболеете. И вы можете предотвратить их, если предпримите определенные меры. И среди этих мер для профилактики нейродегративных заболеваний определенные правила, это прежде всего брейн-фитнес, это эмоциональный интеллект. Даже если болезнь возникнет, ее течение будет мягче. Если вы работаете, если вам работа, конечно, нравится, это не только какая-то дань, которую вы должны были принести. работа, активность помогает вам держать ваш мозг в тонусе, при этом соблюдая возрастные, разумеется, нормы, давая время восстановиться мозгу. Следующее, мы едим часто провоспалительную пищу. Что это означает? Это значит, что пища, которая нас окружает, тоже может быть ядом. И поэтому сейчас мы рекомендуем проводить такое тестирование на пищевую непереносимость. Иногда даже безобидные продукты питания, которые пожилые люди, молоко, творог, кальций, полезные вещи содержат, глютен, лактозу. Все-таки они вредны, да? Для кого-то могут быть вредны, для кого-то нет, но большинство людей вызывают такое системное воспаление и вносят свой вклад в том числе на регенеративные заболевания. Недавно я с одним человеком общались, он в такой тяжелой депрессии был, и впервые в жизни в возрасте 55 лет остался один. И его отпустило, ему стало хорошо, ему казалось, что ему хорошо наедине с собой. Большинство людей боятся быть с собой, все время включают радио, телевизор или с какого-то, болтают, приглашают, чтобы не быть одному, ему кажется, что это будет тяжело. на самом деле стоит попробовать. Вы еще говорите о том, что характер, нрав определяют мысли, и в конечном итоге вот к зрелому возрасту весь этот характер, мысли, как человек прожил, формирует в том числе и когнитивное здоровье. И, конечно, очень немногие в зрелом возрасте могут похвастаться каким-то легким нравом, каким-то, знаете, сохраненным чувством юмора, уходит какая-то эта легкость, мне кажется, юмор такой показатель здоровья. Знаете, пожилые люди очень похожи на детей, и даже был такой фильм в 60-х годах, когда вот дети там 10-12 лет превратились в бабушек и дедушек, которые прыгали на скакалках и так далее. Вы увидите этих 80-летних людей, которые радуются жизни, там плавают, танцуют, смеются, и можно грустных найти тоже стариков и стариков. Это, опять же, наследство, которое мы получаем в процессе своей жизни от себя самого. Юмор — это вообще самое лучшее лекарство или вакцина, прививка от сердечно-сосудистых заболеваний, от болезни мозга, потому что мы можем дезактуализировать стресс за несколько секунд. Поэтому, когда грустно... Здесь есть какие-нибудь интересные практики? Не знаю, дыхательные или еще какие-то упражнения? Можно анекдоты Юрия Николина смотреть, слушать. Но в отношении практик действительно юмор — это замечательно. Иногда нам нужны лирические произведения искусства. Наша манера всегда улыбаться и смеяться, все будет хорошо, тоже нужен определенный момент. Иногда нам нужно послушать Шопена или Вагнера, или стихотворения Цветаевой, а не только юмор и анекдоты. Зависит от функционального состояния. И чем шире репертуар, культурное стремление человека, чем он лучше защищен от такого стрессового воздействия. в него есть репертуар, к чему можно обратиться. К книгам, к стихам, к фильмам, к музыке. Это все механизмы защиты. И человек, который любит музыку, увлекается поэзией, который занимается спортом, который общается с другими людьми, у него шире репертуар этих защит. И в ситуации стресса, какой-то непредвиденной ситуации, он может обратиться к тому или иному способу для преодоления этого стресса. Если это только сигарета или рюмка, к сожалению, эти способы стресс-менеджмента приводят к другим неблагоприятным последствиям. Поэтому важно с детства приучать детей к культурное развитие, духовное развитие. Это в конце концов защита укрепления здоровья. И сегодня наука идет в этом направлении. Воспринимает здоровье как психо-биологическую комбинацию. И воспринимает здоровье человека в рамках психо-нейро-иммуно-эндокринной парадигмы, где нравственные психические аспекты также важны, как биологические. То есть разносторонне быть развитым человеком, не только может быть приятным, но и еще и выгодить с точки зрения здоровья. Совершенно верно. Ведет долголетие. Алексей Борисович, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо вам, мне было очень интересно. Мне кажется, у вас очень полезный, информативный, интересный канал. И здоровье, и культура это две взаимосвязанные вещи. Желаю всем здоровья и интересной, красивой жизни. Спасибо огромное вам. Друзья, на этой замечательной ноте я вам желаю, конечно же, будьте здоровы, обязательно счастливы каждый день. Я, как бывший нейрофизиолог, такое у меня базовое образование, точно знаю, что сознание определяет бытие, что мы в наших мыслях усиливаем, то формирует каждый наш день наше здоровье, наши отношения, нашу жизнь в конечном счете. Так что я думаю, что всем вам есть о чем подумать после нашего сегодняшнего разговора. Комментируйте, как всегда, жду ваши сообщения и прощаюсь. До скорой встречи.